И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames. Давно не было никаких важных новостей на нашем канале по поводу новостей по игре The Isle. И вот этот час настал. Друзья, могу с большой гордостью заявить, что новое обновление Эврима для The Isle скоро выйдет. Да-да, это не очередной фейк, хотя, ну знаешь, иногда лучше сладкая ложь, чем горькая правда. Итак, как нам сказали разрабы Paradigm Shift, вернее в своем Дискорде, было опубликовано вот такое сообщение, что выход долгожданного патча The Isle запланирован на первую половину июня и примерная дата выхода 14-20 июня этого года. Реально, честно, когда я увидел эту новость, то я подпрыгнул отчасти до потолка. Я, конечно, понимаю, что нас долго кормили завтраками, но мне почему-то эта новость кажется правдоподобной. Давайте немного разберемся со всем по порядку. Так, что мы знаем вообще по этому обновлению Эврима? Да, именно то, что много вкусняшек там нас не ждет. Помните вот этих птеродактилей? Нет, нет, все, успокойся, нет их там и не будет пока что. Да и назух. Нет, опять не то. Конечно, эти милашки будут в дальнейшем в последующих обновлениях игры. Опять же вопрос, почему такая растянутая дата? Я бы честно предположил, вообще, это моя мечта, чтобы всего столько наобещанного господа разработчики постепенно заливали каждый день в эти 6 дней. Ага, мечтай. Уже ни для кого не секрет, что нас ждет Тенантазавр. Ай, милашка. Многие считают, что Тенантазавр заменит Майю. Нет, этого не будет. У нас будет еще один полноценный играбельный Дина. Кстати, видал фишку, что может Тенонта? Донди сказал, что они не делают ничего связанного с драконами. Велел нам не паниковать. Это просто Тенантазавр дышит огнем. Но это не значит, что они добавят в игру драконов. Скорее всего. Ох уж этот американский юмор. Кстати, разработчики, вы усердно работаете над новым обновлением или на самом деле занимаетесь разработкой всякой фигни? Нам уже хватило блюющих юток. Ха-ха, помните, да? Хотя, может и что-то с данного все-таки будет присутствовать? Смотри, как Тенантазавр избавляется от лишней пищи в желудке. Ох, фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. А малыши Тенантазавра? Ох, какие они милые, боже. Обратил внимание, как они быстро передвигаются? Да, и вообще взрослый Тенантазавр будет иметь хорошую скорость. Да, в игре он, я думаю, будет сравним со скоростью Юты или может даже Карна. На самом деле, в свое время Тенантазавры имели достаточно хорошую скорость в передвижении. Анимация питья. Спокойно, ровненько глотает воду, не забракидывая голову. И очень хорошо видно, как мышцы шеи напрягаются и расслабляются при каждом глотке. Анимация агрессивного поведения. Ого, мне самому стало страшно. Это работает на клавишу 3? А если случайно нажать на нее в ночи, весь онлайн от такого крика либо сбежится к тебе, либо сразу отключит свои компьютеры и ноутбуки от страха. Хотя сделано классно, просто потрясающе. Если это реально будет, то можно считать Тенантазавра устрашающим и хорошим, довольно-таки сильным травоядным. Конечно, Тенантазавр будет слаб против стаи Ют и других стайных хищей, но ты же не будешь играть один, правильно? Прыжки Тенантазавра. Честно говоря, мне кажется, этого во время не будет. И вообще в дальнейшем, в последующих обновлениях. Ну, смотри, ведь игра сделана вообще на упор под реализм передвижения и прочего. Дина того времени. А из реального скажу, что эта туша весила около двух тонн. Да, как мы много видели, уже анимации аккуратного перемещения с небольшой высокой поверхности на низкую динозаврами, возможно, это будет присутствовать. Потому что, глядя на перемещение Тенантазавра, можно представить себе, что всех Дина пофиксит. Не будет больше статичного падения. Анимация поворота великолепна. Но есть какой-то минус. Конечно, прекрасно смотрится перекладывание с лапки на лапку, но, опять же, как мне показалось, туловище как будто стоит на месте. Отложим немного Тенанта в сторону. Новая карта Исла Эспера. Нет, друзья, не ждите. Как многие, наверное, уже знают, что у разработчиков появилась куча проблем с новой картой. Но, тем не менее, нам показали тест Тенанта на новой карте. Ай-яй-яй, что-то нам, кажется, не договаривают. Но Донди сказал, сейчас я тебя немного успокою, что он продолжает работать над новой картой, которая временно заменит Исла Эспера. Что это за карта, я пока сам честно не знаю. Короче, никаких дейнозухов, тиранодонов и новой карты пока не ждать. Хотя я не знаю, чем нас удивят еще разрабы к тому времени или в промежуток времени, 14-20 июня. Ах да, совсем забыл. Мы же получим нового Юта-Раптора. Нет, не такого, как ты увидел на картинке. Да, Юта, конечно, имели оперение и более длинные передние лапы с когтями. Но нас ждет, как я говорил, улучшенная анимация передвижения. Возможно, столкновение и захват жертвы, зацеп на нее и на ее туловище. Улучшенное отталкивающее отталкивание от поверхности. Повороты, резкие развороты, динамический бег. Ох, вот это уже, конечно, будет круто. Собраться с Таей Ют и задать шороху каким-нибудь травоядным. В общем, скажу. Скажу так, друзья. Нас ждет что-то очень грандиозное. Не сразу, конечно. Помните ролик Хоуп в конце того года? Я думаю, что Эврима – это небольшая частица всего этого крупного обновления. Лучше, как говорится, по маленьким шажочкам, чем сразу в омут с головой. Друзья, я надеюсь, вам понравился мой обзорчик о Эвриме. Даже, я бы сказал, по будущему этому крупному обновлению. Я считаю его крупным. Хотя это маленькая частица того, что нас ждет в будущем. И я думаю, что вы обязательно поставите лайк, подпишитесь на канал и нажмете колокольчик, дабы не пропускать наши новые видео. Ну, а тебе я хочу сказать огромное спасибо, что посмотрел это видео до конца. И обо всех новых новостях по The Isle и Эвриме я буду вам записывать новые видео. Всем пока и приятной игры в мире The Isle. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok